Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем нашу работу и мы продолжаем работать с описанием помещений. Открыли тетради и записали сегодняшнюю дату. Мы будем продолжать описывать помещение и сегодня мы научимся спрашивать, есть ли в этом помещении тот или иной предмет и научимся спрашивать о количестве, узнавать, сколько каких-то предметов в комнате. Для начала давайте вспомним, какие конструкции используют англичане для описания помещений. Если мы говорим в единственном числе, то есть конструкция there is. There is a lamp on the desk. На письменном столе стоит лампа. Если мы говорим во множественном числе, мы используем конструкцию there are. There are five books on the shelf. На полке пять книг. Вспомнили эту конструкцию. Чтобы спросить, есть ли что-либо, нам нужно эту конструкцию изменить. Посмотрите. There is… мы должны развернуть наоборот. Под столом лежит мячик. Давайте спросим, а есть ли мячик под столом? Мы должны поменять местами. There is… И из… Из… выносим на первое место. Is there a ball under the table? А во множественном числе конструкция there are разворачивается наоборот. Are there… Смотрите. There are many toys in the toy box. В коробке для игрушек много игрушек. Давайте спросим. Мы должны поменять местами два первых слова. То есть, are… вынести вперед. Выносим. Are there any toys in the toy box? Есть ли… В коробке для игрушек – игрушки. Давайте потренируемся. У нас есть картинка комнаты. И мы должны спросить, есть ли… И ответить на эти вопросы. Итак, пробуем. Обязательно на вопросы отвечаем вслух. Is there a desk? Что у нас спросили? Есть ли в комнате письменный стол? Посмотрели на картинку? Is there a desk? Yes, there is. Обратите внимание на ответ. Нельзя бросать yes. Нужно обязательно повторить начало вопроса. Помните правило. Что в вопросе, то в ответе. Is there… Yes, there is. Are there any cheers? Посмотрели на картинку? Cheers. Yes, there are. Are there? Yes, there are. Is there a radio? Внимательно посмотрели на картинку. Нашли радио? Я – нет. Значит… No, there isn't. Is there a radio? No, there isn't. Вот так работают вопросы и ответы. А если мы хотим выяснить количество, нам нужно спрашивать «Сколько?» How many? How many books are there? There are two books. Сколько книг? Две. How many dogs are there? There is one dog. Сколько собак? Одна. Обратите внимание, вопрос «Сколько?», «How many?» всегда задаётся во множественном числе. Мы же по-русски не спрашиваем «Сколько ручка?», «Сколько кошка?». Мы будем спрашивать «Сколько ручек?» или «Сколько кошек?». А ответ может быть разный. Либо «много?» There are. Ещё раз прочитали вопросы и ответы вместе со мной. How many books are there? There are two books. How many dogs are there? There is one dog. Запомнили эту конструкцию. Look at the picture in your book. Посмотрите на картинку в учебнике. Page 96. Страничка 96. Давайте разберёмся, что же мы видим на картинке. What can you see? I can see boxes. Со мной. I can see boxes. I can see cobblers. I can see cobblers. I can see chairs. I can see chairs. I can see an armchair. An armchair. Ещё раз. I can see an armchair. I can see sofas. I can see sofas. I can see beds. I can see beds. I can see a computer. 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 Поставьте видео на паузу и ещё раз проговорите, прочитайте эти предложения. Давайте сосчитаем наши предметы, зададим вопросы и дадим на них ответы. How many boxes are there? How many boxes are there? One, two, three, four, five. There are five boxes. How many lamps are there? One. Лампа одна. Значит, ответ нужно построить в единственном числе. Вспомнили в единственном числе. Мы говорим There is. Строим со мной. There is one lamp. Ещё раз. There is one lamp. Ещё раз повторили ответ. There are two beds. How many cheers are there? One, two, three, four. There are four cheers. There are four cheers. How many sofas are there? One, two. Внимательно, мы должны построить предложение в единственном числе. There is one computer. Ещё раз. There is one computer. How many mirrors are there? One. Строим ответ. There is one mirror. Ещё раз. There is one mirror. How many cupboards are there? One, two. Построили ответ. There are two cupboards. There are two cupboards. Итак, справились мы с вопросами и ответами. Теперь мы немножко отдохнём от правил, от грамматики. Мы рассмотрим забавный рисунок, прослушаем свою песенку. Но прежде чем мы будем её слушать, мы её прочтём. Сначала я, потом мы с вами вместе. My new house is funny. There are boxes everywhere. There are boxes in the cupboards, boxes on the chairs, boxes on the table, and some under my bed. And there are two men in the kitchen, with boxes on their heads. Читаем вместе со мной. My new house is funny. Новый дом очень забавный. There are boxes everywhere. Куда ни глянь, одни коробки. Boxes in the cupboards. В шкафчиках – коробки. Boxes on the chairs. На стульях – коробки. Boxes on the table. На столе – коробки. And some under my bed. И даже под кроватью – коробки. And there are two men in the kitchen, with boxes on their heads. А в кухне два человека, а на голове у них тоже коробки. So, this is our funny house. Listening. Слушаем. Exercise 3, page 96. Sing along. My new house is funny. There are boxes everywhere. Boxes in the cupboards. Boxes on the chairs. Boxes on the table. And some under my bed. And there are two men in the kitchen, with boxes on their heads. Boxes in the cupboards. Boxes on the chairs. Boxes on the table. And some under my bed. Now it's time to have a look at your homework. Итак, время посмотреть на ваше домашнее задание. Новые конструкции. Конструкции вопросов нужно выучить. Мы научились спрашивать, есть ли об одном предмете «из-зи-а», а о нескольких «а-зи-а». Мы проговорили слова, которые обозначают предметы мебели, которые можно найти в доме. Их нужно повторить. И по образцу вы выполните упражнение. У нас есть какое-то количество предметов. Ваша задача – спросить «Сколько?» и дать ответ. Вы увидели «хаус» на картинке два домика. Спрашиваем. How many houses are there? Смотрим на вторую картиночку. Box. Считаем. One, two, three. Спрашиваем. How many boxes are there? Даем ответ. There are three boxes. Когда вы будете выполнять это упражнение, будьте внимательны. Мы с вами говорили о правилах добавления окончания «с» у существительных во множественном числе. Когда мы добавляем просто «с», когда мы добавляем «и-с» и случаи, когда у нас буковка меняется. Но здесь нет случаев, когда буква будет меняться. Так что только или «с», или «и-с». Well, that's all for today. The lesson is over. Goodbye, children!